Друзья, всем привет! И давайте соберем на этом ролике 2335 лайков. Я не знаю, зачем я это придумал, но пусть это будет так. И, ребят, у меня обращение к новым зрителям на этом канале. Если ты здесь впервые, подпишись на канал. Это мне дико поможет в развитии моего канала. И это тебе не сложно, мне это приятно. Спасибо огромное. А сейчас у нас новый ролик от Элли Ди. Мое утро и утро моей собаки Джины. А тут, на самом деле, тут 2 или 3 ролика про мое утро. Я решил выбрать этот самый популярный. И надеюсь, вам понравится. Господи, я испугался, думал, вот у меня. 7.30 в субботу. Во-первых, почему 7.30 в субботу? Во-вторых, это очень рано. Джина, Джина. Кстати, я забыл сказать, что это на канале Элли Ди Пэтс. Это же Элли Ди Пэтс. О, это же мое утро. Я, кстати, не видел. А, нет, я видел такой костюмчик, я не видел. Микки Маус. Какая она классная. Просто я в каждом видео. Я завидую Элли. Почему не такая крутая собака? Ну, я приглашаю. Это хорошая собака. Черт, такая крутая собака. Давай, чешу полостью, давай. Вот так, брак. Видите, мои сладости. Так, вы видите эти штуки. Ну что, Джин, сейчас покажем, какие у нас утренние дела. Пойдем? Так, 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 так. Из предыдущих видео помню, что это. И я иду. А, умывание. Зарядка. Ну что, как твои дела? А что они делают? Вот тебе свет. День настал. Ку-ку ты классный, привет. Ну что, мне пора волосы идти. Кстати, я видел, я видел ролики про рыбок, но... А, умывание. Погнали. Теперь вы у меня в ванной. Сейчас я соберу волосы и буду умываться. Смотрел, где девушка умывалась буквально, сколько там, две или три минуты, просто чистила зубы, стоялась. Это резинка, которую мне подписчица подарила. Блин, как печально. Ну ладно. Это, скорее всего, это импровизация? Это и реальная импровизация? Такое должно было быть. Ну ничего. У меня очень часто рвутся резинки, наверное, потому что у меня густые волосы. Не нравится футболка. Ай, какая она классная. Ну вот, сейчас я буду чистить зубы, а вы пока можете посмотреть, как Джина повыряется у себя на месте. Мне нравится, что Элли, она вырезать самые скучные моменты, и это очень классно. Я раньше этого не понимал, а сейчас понял, блин, зачем реально скучные моменты вставлять. Да, теперь надо выгулить собаку пойти. Кстати говоря, она мне очень классная. Это что-то новое. Это вот выгуливание собаки. Вообще я считаю, что даже если у тебя есть собака, и ты девушка, ты даже на прогулке должна выглядеть классно. Я такое в американских фильмах видел. Еще, кстати говоря, сейчас мы с тобой немножко, наверное, побегаем. Пойдем, Джин, ты моя девочка сонненькая, что ли еще. Джин, давай сначала футболочку я с тебя сниму. Она еще не... Блин, а. Ты хорошая собака. Я реально с таких перу и сталкиваюсь, вещи меняя. Делать зарядку. Для прогулки одна вещь, для дома другая вещь. Рассказывала я, кстати, про эту курточку в одном из последних видео о хранении вещей моей собаки. Ну что, Джин, осталось мне шапку одеть. Конечно. Шапка? А, я думал, у Джины шапка. Ну вот, я готова к зарядке. А, зарядка. Ну, это, в принципе, и то, и то. То есть, у них такая зарядка. Можно. У них такая зарядка. Пойдем скорее. Туда, Джинка. Так как я живу в доме, у нас есть свой двор. А, я думал, она по улице пойдет гулять. А ходит она в строго отведенное место у нас в лесу. Вы же знаете, что я живу в лесу. Да, 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 да. Хочется делать зарядку вместе с Джиной. Обычно я просто разогреваюсь самыми элементарными упражнениями. Главное, начинать с головы и заканчивать нижней частью туловища, а не наоборот. Если она это каждый день делает, но это просто такой респектище. У меня, на самом деле, мне лень. Я признаюсь, мне лень такое делать. Бегаю я не так много, не больше 20 минут. Джина бежит рядом на поводке. Она уже научилась подстраиваться под меня. А вот я уже возвращаюсь. Ну, как я говорила, она вырезает скучные моменты. Это вот это просто респект. Молодец, Джина, хорошая собака. А теперь домой. Заходим в дверь, всегда по команде ждать и можно. Ничего себе. Ничего себе. Можно. Да? Ничего себе, ничего себе. Вернулись с прогулки. Я уже переоделась. Завтрак. Потому что мне скоро надо будет поехать по делам. Но я никуда не могу уехать, пока не покормлю своих любимых питомцев. И, конечно, не позавтракала сама. Всех питомцев. Поэтому начну кормление Джины. Там их очень много. Ну, кто не знает. Кушать хочешь, наверное, да? Проголодалась очень. Сейчас я тебя покормлю. Знаете, как с ребенком маленьким? В день я кормлю Джину. Джина кушает 90 грамм корма. Ровно. В сутки. Соответственно, за один прием пищи 45. Ничего себе. Вот почему она живут на диете. И еще я обязательно перед приемом пищи Джину тренирую на выдержку. Это обязательно. Ой, я ты видел. Вот я об этом говорил, да. Типа, кладут перед собакой еду. И говорят, типа, не есть. Потому что... Ну, давай тогда лежать. Так дрессируют. Хорошо. Такая смотрит. Умри. Бах. Давай. Расслабляйся. Расслабляйся. И выдержка. Расслабляйся, расслабляйся. Ждать. Она реально будет ждать? Можно, кушай. Ну, молодец. Кушай, кушай. Приятного аппетита. Она как будто спрашивает еще раз. Можешь мне позавтракать? Я люблю завтракать с творогом. О, ну это уже... Я всегда сравниваю с Марией Вэй, потому что... Она-то, по-моему, грамм кашки что-то там наворачивает и кушает ее утро. Реально, я спрашиваю у нее. Ну и тебя, конечно, Немо, я сейчас покармлю. Я спрашиваю, как она... Как она тебе может наедаться? Вот Элли ест творог. Кормлю я маленькими специальными гранулами. Очень полезно. Рыбка, рыбка, рыбка. Она же все знает. Иногда у меня прям с рук кушает, когда... Это, кстати, рыба, которая на рабочем столе у меня стоит на телефоне. Она такая же, только она-то фиолетовая. Так же, да. Вот он сейчас одну скушал гранулы. Я даю ему гранулы утром. Она очень красивая. Две гранулы сразу. Вот давай сейчас старый. Для одной рыбки. Ну, скорее, скорее. Хорошо. Классно. Скушал. Приятного аппетита тебе, Немо. Немо. Вот такая у меня бойцовая рыбка. Ну вот мне и пора собираться. Конечно, я наношу немножко макияжа. А, ну и косметика. А именно... Да. А то уж для ресниц. Ну, я думаю, подробности вы найдете на моем лайк-канале. Я сниму как-нибудь обзор своей косметики там. Так что по ссылке в описании обязательно подписывайтесь. Ну, может, кто уже вас смотрел, я не знаю. Ну, и, конечно, я немножечко крашу губы. Кисточкой. Ну вот я и готова. Ну вот, Джинка уже чувствует, что я куда-то собираюсь. Долгий, тяжелый, рабочий день. Ну вот мне осталось только лишь одеться. Мне это было прикольно. Вот мне самое начало нравится. Я закладала на улице все, зима уже не за горами. Скоро Новый год. Вот такая, кстати, классная теплая курточка у меня есть. Мне нравится то, что она красного цвета. И то, что она теплая такая, знаете, на виху. Знакомая фирма, кстати. Это очень прикольно. Очень знакомая. И красиво, и тепло, на мой взгляд. Кстати, одежду из этого ролика, и вот эту в том числе куртку, я заказала на сайте Дресслинк. По ссылкам в описании вы можете найти эти вещи, которые были прямо на мере. Очень знакомая. Я как будто видела уже вот этот вот логотип, вот эти вот штуки. Я уже видел где-то. Друзья, пишите в комментариях, какие идеи для роликов еще снять. Может быть, мой вечер с собакой или моим луковым собакой. Вы серьезно? Вау. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И жмите палец. И на мой, и на мой, на мой, на мой, на мой, на мой. И на мой, на мой, на мой.